Жители Уральска поддержали вопрос переименования улиц. В Доме дружбы прошли общественные слушания в режиме онлайн. При них участие смог любой желающий. Мероприятие транслировалось в 10 специально отведенных местах, тем самым обеспечив широкий круг участников. Какие улицы получат новые названия, расскажет наш корреспондент. Слушания прошли в режиме Zoom одновременно в нескольких местах. Городских школах, гимназии эстетического направления, областной детско-юношеской школе тенниса, историко-кровеческом музее и городской многопрофильной больнице. В онлайн-формате были обсуждены вопросы переименований 12 улиц одной площади. Уральцы, принявшие участие в слушаниях, положительно отнеслись к переименованию. Я живу на улице Согласий. Ее хотят переименовать. Коспанова, он внес большой вклад в культуру Казахстана. У него есть трех орден Ленина. Я считаю, это очень хороший, как достойный человек, которым можно назвать улицу. Люди должны знать своих героев. Я сегодня пришла на общественное слушание, чтобы поддержать предложение переименовать нашу улицу светлая в имя культурного деятеля Пазарбай Жуманьязова. Он внес большой вклад в развитие культуры и искусства республики. Я считаю, что этот человек достоин, чтобы улица носила его имя. В мероприятии приняли участие также представители Совета ветеранов. На сегодняшний день в области проживают 40 ветеранов войны. О многих из них никто ничего не знает. Молодое поколение должны знать имена тех, кто внес большой вклад в победу и в будущее своей страны, считает Ольга Исаева. Все эти герои должны быть названы улицей нашего города, тем более город растет. Но я считаю, что называть имена героев должны находить свое место не после смерти, а при жизни. Чтобы и этими людьми гордились дети, чтобы этими людьми гордились внуки. Поэтому мы сегодня пришли на это мероприятие, чтобы поддержать нашу рабочую группу в переименовании тех улиц, которые, к сожалению, не имеют никаких исторических значений. Так, члены комиссии предложили переименовать площадь Маншук-Маметовы на Батрксдар-Алана. Также внутригородским улицам дать имена известных общественных деятелей, как Шапет Куспанов, первооткрывателя Крачаганакского газоконденсатного месторождения академика Сухана Камалова, кандидата исторических наук и почетного гражданина города Уральск Павла Букаткина и других ветеранов Великой Отечественной войны, известных композиторов, музыкантов, писателей при Урале. По итогам общественных слушаний был составлен протокол, который будет направлен в Республиканскую аномастическую комиссию.